то это, я думаю, самый правильный метод посещения. Спасибо большое за ответ. Борис Ливович, я знаю, что вы такой банщик уже с многолетним опытом. Вот скажите, у вас получается, что называется, два в одном, и поднять иммунную систему, поговорим о тех положительных эффектах бани обязательно, и при этом отдохнуть. Ну, отдохнуть вряд ли получится, потому что все-таки баня – это нагрузочная процедура. И когда люди туда идут еще, скажем, поразвлекаться, у нас же развлечения бывают разные. Кто-то перед этим много выпил, кто-то в бане хочет выпить немножечко алкогольных напитков, и вот эти развлечения лучше с баней не сочетать. Точно так же, как курение табака, потому как это сама по себе баня, она нагрузочная процедура, и по-хорошему к ней нужно два-три дня как минимум готовиться, банный день, нужно питаться абсолютно, ну, возможно, для многих по-иному, чем это было в другие дни, и пару дней еще выходить. Поэтому, конечно, банщикам нужно памятник ставить при жизни за то, что они там работают, а человеку нужно, ну, скажем, посещать не чаще раза в неделю, потому что там уже будут нагрузки. Все-таки баня достаточно интересная процедура, если бы она вот так вот всех оздоравливала, она нагружает, перегревает, организм, пытаясь сопротивляться перегреванию, начинает активно потеть, пытаясь охладиться, у нее это, конечно, в бане не получится, потому что там градусов 50, 60, может быть, 70, там разные есть русские бани, и вот здесь вот, ну, как бы, эта нагрузочная процедура, ее нужно правильно пройти. И очень хорошо, когда в вот этом вот процессе есть очень хороший дирижер. Мы обязательно об этом поговорим. Который управляет этим процессом и понимает, допарил, чтобы не перепарил. Борис Георгиевич, вот все-таки у вас, если я правильно вас услышал, не получается и оздоровиться, и при этом, то, что сказал Алексей Николаевич, расслабиться, чтобы, вот, знаете, от того, что там на улице, на работе, в дома, вот это весь этот грудь психоэмоциональный убрать. У вас лично получается это? Он снимается, если ты паришься не сам. Когда ты паришься сам, ты должен сам себя контролировать. Должен подбегать в зеркало, посмотреть, ага, как. И здесь уже очень важно вот тот дирижер, который... Дирижер, вот он должен быть. Вот когда банщик процесс контролирует, то ты понимаешь, что все, можно расслабиться и наслаждаться, и получать удовольствие, но там тоже есть свои в банях подводные камни, которые многие считают, что они, скажем так, это не проблема. Но, все равно, то есть, вот самое главное, для того, чтобы получить и очищение организма в бане, и укрепление иммунитета, то нужно, она должна попасть в систему под названием здоровый образ жизни. Вот тогда-да, когда человек... То есть, не один раз в неделю должен быть этот здоровый образ жизни. Нет, не два-три часа в бане, а все время, потому что иначе, ну, человек попарился, он очистился, вышел на улицу, зашел в ближайший магазин, набрал продуктов ненатуральных, загрузил, вопрос, что ты делал? Ты очистил свой организм для того, чтобы гадость есть, или чем-то иным заниматься. То есть, просто нужно быть последовательным в этом. То есть, если ты хочешь быть здоровее, дольше жить, то нужно как-то к этому системно относиться. Потому что в бане, в принципе, неправильно к ней подойдя, можно не только, мягко выражаясь, отравиться, но и при определенных условиях сердце с сосудами могут сказать свое «нет». Спасибо большое за ответ, Алексей Николаевич.